Всем привет, мои хорошие! С вами Селена, и сегодня будет окрашивание волос в своем инстаграме. Эксэксерстиной, а? Ай, не спрячь ее. Вот, мы приехали вместе, да, к Михаилу. Сегодня мы будем окрашивать волосы. Сейчас я приду до сих пор, как бы есть склонность, к чему я склоняюсь, да? Но я сейчас послушаю Мишу, типа, во что он как бы решил и думает, мне будет лучше всего. Вот, так мы и покрасимся. И я делала в инстаграме пост, мы голосовали, шатенка или блондинка, мнения разделились 50 на 50, поэтому я поняла, что мне нужно решение принимать самой. Я склоняюсь, девочки, к тому, чем подкрепляли тот или иной выбор. Много комментариев мне писали. Мне говорят, что шатенкой мне идет, потому что есть контраст. оттеняет цвет кожи моей, как я и говорила, да, есть контраст какой-то и не обязательно красится, как бы вот шатенка благородная, натуральная, там все дела. Блондинка основное, основная причина – блондинка моложе. Девеньки, мне 35 лет. И 36 будет этим летом, понимаете? И, конечно же, ты выглядишь моложе с блондом, очень сильно меня мотивирует. Единственное, что мне еще очень-очень нравится мой цвет волос. Вообще изначально, почему я красилась вот в такой подобный, чтобы сравнять под свой цвет волос, под свой корень, понимаете, волосы и ходить со своим натуральным. Я как бы шатенкой не собиралась быть, если честно. Но я сейчас не собираюсь красить корни. Я думаю, мы с Мишей, сейчас у него есть какая-то идея в голове. Я думаю, он просто сделает мне красивые пряди много-много, либо какое-то, вы знаете, такое выгорание, в общем, что-то сделает. В общем, я думаю, что будет ближе блондинка. А какой итог будет, посмотрим. Ты готова? Тебе интересно? Ты готова? Кристина тоже ждут перемены, но не сегодня, но не сегодня. Пойдемте. Ну что, мы заходим. Тут открыто вообще? Салон финик у нас. Смотрите, какой модный мастер у меня. Ну, крутонись. Посмотри, подстригся, бороду отрастил, новые вещи купил. Самый модный мастер Астон-на-Дону. И скромный. Да, я очень скромный. Ну, Миш, я тебе скидывала, вот мы уже на кресле, в кресле сидим, знаете. Я тебе скидывала, да, что мы решили. Что, мы, ну, как бы корень мой оставляем, мы не темним ничего, да? Я не знаю, может придется. А мы блондом? Да не надо темнуть, пусть он будет. Вот хочу прям натурально. А как мне вписать твой блонд вообще? Мне нужно смотреть. Миш, а вообще, вот, ну, на твое, вот, такой профессиональный взгляд, какой цвет мне больше идет, шатанка или блондинка? Блондинка. Видите, он даже не раздумывал, сказал блондинка, а я Миша доверяю. Ну, и вообще, мой любимый очень любит блонд, он как бы полюбил меня, блондинку, и всегда все мои эксперименты с волосами, он так, ну, ну, нормально, но, понимаете, да? Мой любимый еще не знает, что я собралась краситься. Мне кажется, это будет очень приятный сюрприз для него. А еще мы заказали кофе на кокосовом молоке, заказали эклерчики. Мы же с Кристинкой тут. Да, если вы только эклерчиками. Если Кристинку только эклерчиками заманить. Вот, и Миша тоже не выспался. И мы как бы еще не проснулись, потому что мы это... Почему мы не проснулись? Потому что мы по одному... Потому что мы по одной чашечке кофе только утром выпили, а надо две. Вот, но будет где-то через час-полтора наше кофе, пока мы начинаем краситься. Я так поняла, что Миша будет делать мне растяжку цвета блонд, он будет осветлять мне волосы. Я так поняла, техникой начеса, вот. Ну, и сказал, что в основном я буду блондинкой. Но мы при этом, да, как я и хочу, оставим вот мои корни. Так, короче, должно быть все огнище. Ну что, одна часть у нас готовая. Сейчас мы подержим. Потом будем... Ну, короче, у Миши своя техника, все делаем частями. Сначала вот тут, вот в сторону, потом там, сям, короче. В общем, я люблю себя в фольге, как и на ложках. Ух ты, что нам приехало? Деклама пить кофе, да? Ну, только они одни доставляют кофе. Я не знаю, а Starbucks в серфе кофе доставляют? Вроде нет. Я бы в серфе заказала. Сейчас Кристина покажет, что там нам пришло. Слушай, ты еще не принимаешь там никакие сигналы? Ниоткуда с космоса? Вся в фольге, на голове фольга, в руках фольга. Я не знаю, не знаю сигналы. Я чувствовала, что курьера близко. Что он придет именно в 14.20, да? Не знаю. Кофе, конечно, пришел холодный, поэтому мы его будем греть в микроволновом. Я не буду, мне не надо. Тебе не надо? Нет. Ну ладно. На. Спасибо. Спасибо. Селена заказала еще такие эклерчики вкусные. С бананом. С бананом. Здесь кокос, да? Кокосовое молоко. Здесь кокосовое молоко, здесь банан. Все по-африкански, как Селена любит. Эклерчики, кстати, ничего. Главное, красивые. Вот обложкой будет. Ну что, мои хорошие, смотрите, кусочек мы осветлили. Сейчас, смотрите, какие они светленькие, беленькие. Но они еще будут тонироваться, конечно же. А мы продолжаем. Продолжаем разговор. Помещаем меня в грелочку. Сколько так будем сидеть, Миш? 20 минут. 20 минут. Сидим, восстанавливаем волосики. Ну что, после плазмы волосы трогаешь и просто совершенно другие. Что до, что после. Вообще реально после плазмы можно... То есть с плазмой можно не бояться осветления волос. На самом деле. Потому что после того, как осветлили, я сразу пробую. Волосы прям такие пористые, жесткие. И вот просто плазму сделали. Они вообще просто обалденные. Живые, мягкие. Так это еще нет ни бальзама, ни маски никакой на волосах. Просто после плазмы. Вот. В общем, сейчас мы будем тонировать волосы. Мы оставляем мой корень. Я потом в конце расскажу все, что мы делали. Да, немножечко. Вот. А сейчас мы не будем затемнять мой корень. Мы оставим его натуральным, как я и хотела. И притонируем немножечко осветленный блонд. Немножечко приглушим желтизну. Но цвет останется как бы блонд, который был. Ну и завтра, послезавтра будем подбирать волосы уже потом под долину. Так как тонировка нам нужна чисто символическая, приглушить желтизну. И то, которая не очень сильно, на мой взгляд, большая даже. Можно было бы не тонировать. Но мы затонируем, чтобы как бы заглянцевать все это дело. И так далее. Мы будем делать это в мойке буквально на 10-15 минут. На каком проценте? На единице. Вообще на единичке. Ну что, мои хорошие, мы уже нанесли последнюю завершающую уходовую консистенцию на волосы. Которая все завершит. 25 минут сижу. И потом мы будем сушиться. Когда будет результат уже, я вам потом подробно расскажу, что мы делали и какую технику до конца использовали. Все, мои хорошие, процедуры наши лечебные закончились. И теперь самое интересное. Мы сушим наши волосики и смотрим результат. Ну что, я натурель блондинка. Так, Миша мне взял в другом месте проборчик где-то, да? Ну да. Можно я на привычном месте сделаю? Пожалуйста. Так, смотрите. Ну просто у меня вот корни. Натуральный блонд. Отлично. С пересечением моим. Плавненько переходит еще в более белесенький, да? И завтра мы будем выбирать пряди для того, чтобы сделать длинные волосы под вот этот цвет. То есть я буду блонди-блонди прям. Ну классно. Все. Вот мне прям так и хотелось, чтобы не было желтизны и не было холодного. Вот. Все. Я довольна. То, что я хотела. Вы просили, кто за блондинку болел, получите. Ну что, мои хорошие, села в машинку. Грею пока, любуюсь своим блондом. Ну, на самом деле, как бы, мне кажется, я и до этого была в принципе блонд. Просто, наверное, такой темный какой-то блонд, натуральный блонд, да? Может быть, уровень у меня был, конечно, чуть потемнее. Сейчас у меня вот прям десятка вот здесь вот, да, на концах. Ну и плюс мы будем под самые кончики подбирать на волосы, да, и я буду прям вообще блондинка. А посмотрела свои прошлые видео, там, актуальные, где у меня были длинные волосы. Я прям была блонд-блонд, длинные волосы. И казалось бы, чего вот это вот обрезало, красилось, да, чтобы потом вернуться, снова осветлиться и еще и нарастить такие же длинные, как были. Но вот такие вот мы девушки, понимаете? И вот хочу это, хочу коры, хочу, чтобы у меня висели сопли, а потом ровные, и в итоге у тебя коры, и уже русый волос, и ты вообще не поймешь, что к чему была такая вот яркая. В общем, благодаря Мише я возвращаюсь к тому, с чего начала. Причем, знаете, если это делать резко, это прикольно, потому что пока я буду отращивать свои волосы, я уже снова захочу их обрезать. А тут получится, что я как бы отращиваю свои волосы, но при этом у меня длинные. Ни разу не наращивала, но это будет в следующем видео, вы уже увидите, потому что в любом случае где-то через недельку только буду наращивать волосы. Вот, сейчас блондиночка, я очень довольна. Сейчас вечером приду, покажу мужу, какая блондиночка, я думаю, он будет очень сильно рад. Волосы чувствуют себя хорошо, но, конечно, всегда я за ними ухаживаю, всегда масочки, масла какие-то обязательно. Вот, и что мне нравится, что у нас вообще максимально плавный переход от моего натурального корня, который мы не затемняли, никак не красили, да, плавный переход в красивый такой блонд 10 уровня. Вот, это, в принципе, то, что я хотела. Впереди лето, солнышко, волосы будут еще выгорать, и уже даже Миша мне рассказал, как дальше мы будем поддерживать корни. Либо они будут отрастать, и это будет совершенно незаметно, понимаете? И я смогу не уделять много внимания там волосам, ну, делать какие-то уходы, да, там, восстанавливать кончики, там, и все такое. Вот, либо мы сможем, он мне показал даже уже технику, которой мы будем подкрашивать корни, чтобы они так же натурально все и смотрелось. Кстати, девочки, кто спрашивает по ценам, я вас тоже сориентирую. Цена, вот, например, окрашивание такое, у нас было очень сложное окрашивание, честно. Мы очень долго красили, потому что волосы мы красили частями, да, каждую часть для того, чтобы можно было смывать в тот момент, как только она осветлится. Поэтому у нас заняло, я даже не буду говорить, сколько времени, очень много, я приходила, было светло. Вот, ну, много времени заняло, но оно того стоило. Вот, все очень красиво, добротно сделано. И также обязательно это плазма-уход. Плазма-уход у Миши в салоне стоит 3000 рублей. Вот такое окрашивание, как у меня, да, 7000 рублей. Целый день человек вот работает, посвящает вам, тем более Миша. Миша мастер, уже 11 лет. Он занимается наращиванием волос, занимается окрашиванием, он постоянно повышает свою квалификацию. То есть он посоветует неуверенным людям, он посоветует и скажет, как нужно и что нужно сделать, чтобы было огонь. А тем людям, кто знает, что они хотят, он всегда спросит и сделает так, как они хотят. Поэтому я Мише полностью доверяю вообще. Я сама знаю, что я хочу, но я люблю вообще, когда мастер говорит, о, я знаю, что тебе сделать, будет огонь. Это то, что ты хочешь, и вот я привнесу еще свою изюминку, и будет огонь. И я всегда говорю, Миша, делай, делай на свое усмотрение, потому что я ему доверяю. И в итоге он сделал точь-в-точь, что я хотела. Вот, так что я очень довольна. Мише большое спасибо. Я ссылку на его инстаграм оставлю под видео. Он все пытается начать свой канал, но, к сожалению, много работы, ему некогда снимать, тем более монтировать. Сами понимаете, мы вот занимаемся этим всем делом, и это все нелегко. Поэтому у человека, который полный загруженный день, ему, конечно, сложно было бы еще и блогерством заниматься, и все это дело снимать и монтировать. Он тогда бы вообще не спал. Он и так работает ночами, днями и ночами, и не высыпается. Вот. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Пишите, кто голосовал за блонд, и кто в итоге рад, что это блонд. Но не такой, что вот прям блонд, да, а вот такой натуральненький, понимаете, блонд. Все, пишите ваши комментарии, делитесь своей радостью. Кто ждал, я своей уже поделилась. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Преображаемся дальше, вкуснее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok